Вера 24 Вера 24 Вера 24 Аминь. Аминь. Мне так хотелось это сказать, поблагодарить вас. Сегодня мы проповедуем Слово Божье, и не всегда люди сразу могут его понять. Почему? Потому что когда проповедник проповедует, он в своем разуме, в своем сердце часто уже все сказал, для него уже все понятно. А для тех, кто приходит впервые, не сразу все становится понятно. Много возникает вопросов, много абсолютных недопониманий. Что же делать? Мне кажется, вот здесь всегда ответ кроется в том, что Господь говорил нам во второй главе книги «Деяния апостолов». Он говорил о домашних группах, когда люди собираются на общение глаза в глаза. Не всякий раз с алтаря можно задать вопрос и сразу сказать «Ответьте мне на него». Но есть другие площадки для того, чтобы человек не оставался с этими вопросами, но духовно продолжал возрастать, посещая домашние ячейки, домашние группы, вникая в Божье Слово и детально разбирая послания. Это очень важно для духовного возрастания каждого человека. Сегодняшняя проповедь называется так «Базовые настройки» или «Осторожно, я не узнаю себя». Многие люди задаются вопросом, а что это такое базовые настройки? Мы сегодня живем в таком цифровом мире и мы прекрасно понимаем, что с каждым каким-то аппаратом, который сегодня попал в нашу жизнь, будь то смартфон, будь то какая-то микроволновка или может быть какой-то богом данный холодильник, каждый имеет свои настройки. Я до сих пор встречаю людей на своем пути, которые убеждены, что мы продукт эволюции. И что эволюция удивительным образом как-то на человечестве закончила своей регенерацией, что все, дальше человек эволюционировать не будет. Вот как-то она так избрала, что слава Богу, мы вот какими сейчас есть, такими и будем, но все остальное подвержено изменениям. Я абсолютно не верю в эволюцию, не в случайность, я не верю в никакой хаос, я искренне верю, что есть тот Творец, Законодатель, Хозяин, Господь, Отец, Друг, самый близкий, кому можно открыть свое сердце, который и сотворил нас. В послании к Ефесской Церкви Библия говорит, 2 глава, 10 текст. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». У каждого человека, который сотворен Господом, есть тоже свои внутренние инструкции, которые Творец вложил в дух человека, в его душу, в его тело. Как любой человек сегодня пытается устроить свою жизнь комфортно, красиво, безопасно, соблюдая правила жизни. Ну, у кого из присутствующих здесь есть право на вождение автотранспортом, поднимите руку, у кого есть права, кто знает, что такое использовать их и ездить по дороге, служить кому-то, везти кого-то и так дальше. О, какое благословение! Многие люди сегодня пытаются сдать на права, и ходят на экзамены, и опять платят, и что-то все-таки не получается, по чьей вине я не определяю. Но я хочу сказать, что есть такое правило, которое должны соблюдать все, кто решили выйти на дорогу и стать участниками общего движения. Это правило ГИБДД. Это то, что если человек выйдет и скажет, у меня свои настройки, свои правила, как хочу, так и езжу, где хочу, там и поворачиваю. Это угроза его жизни. Человек может расстаться со своей жизнью и быть безумцем, о котором говорит Библия. Зачем тебе умирать не в свое время? Многие люди в нашей семье, и вообще у меня так устроено было, я вспоминаю, если мы что-то где-то приобретали, вот как-то сразу хочется все включить, нажать, подключить, запустить. А инструкция, которая вот так тоненькой брошюрочкой лежит в какой-то коробочке, почему-то никогда не привлекает мое внимание. Я ничего не могу понять, но не тянет меня изучать эти непонятные цифры. Если я их открою, обязательно на казахском открою, то на белорусском открою, на чешском. Русского и нету. Да и нужно ли русскому человеку читать инструкцию? Разве мы не знаем, где нажать, все подключить? Правда иногда горит, правда иногда не работает правильно, но нас это не останавливает. Мы же знаем, что виновны те, кто это изобрели, потому что все равно должно быть две кнопки. Одно включил, другая выключил. Но нет, не все так просто в этой жизни. Даже когда ты уверовал во Христа, тебе не даны две кнопки, включил и выключил. Стал святым и теперь до самого пришествия. Или что-то у тебя не получается, и ты думаешь, у меня судьба такая. Нет, драгоцаные. Есть много конкретных механизмов, духовных законов, которые Бог вложил в человека, чтобы покрыть наши духовные, душевные, физические потребности. У каждого человека есть потребности. У каждого из нас есть и базовые настройки, которые Творец вложил в наше сердце. Ну, давайте с вами в двух словах вспомним. Хотя бы несколько. А какие потребности есть у человека? Помогите мне, пожалуйста. Если вы у экранов, вы можете тоже говорить или писать. Нас сейчас смотрят 81 человек. Вот, пожалуйста, какие инструкции или потребности Бог вложил в человека? Можете там поговорить, кто еще смотрит вместе с нами. Скажите, пожалуйста, общение – это потребность человека? Или вынужденная вот такая реакция? Ну, как бы задали вопрос, придется отвечать. Или когда человек оказывается в одиночестве, его разрывает, потому что ему хочется с кем-то что? Ну, поговорить, пообщаться. Какие еще потребности? Мужчины, вспоминайте, утро наступает, холодильник уведет, дорога. Что там у нас за потребность такая? Пища. Бог дал возможность человеку наслаждаться пищей. Это благословение. Сестры, какая еще потребность есть в вашей жизни? Ну, здесь уже, конечно, лес начинает сгущаться. Я представляю, там как бы много всего такого мутирующего, интересного. Но все-таки, что? Сон и отдых для сестер. Это очень важно. Поэтому, ну, это правда, это доктор сказал. Головы помыть, да? Тоже потребность – это хорошо. Мне кажется, мужчинам тоже почаще надо это делать. И тогда… Вы знаете, раньше, когда мы только поженились с супругой, я не совсем понимал ее потребность в сне. И я думал, что это какая-то ленность, это какое-то охлаждение к Богу, любви к Богу. И вот, когда наступало пять утра, я уверен был, что она будет вставать, я ее буду открывать глаза, она уже стоит на коленях и молится. Ну, как-то так не происходило. У меня были очень серьезные ошибки. Много-много тысячелетий назад, когда я брал ее с дивана и буквально ее… Уходи, вставай, просыпайся. Я пару раз сделал таких ошибок, потому что пока пришла мудрость, что жена дана одна на всю жизнь, и надо ее беречь, я перестал сбрасывать ее с дивана и перестал делать такие грехи. Потому что я понял, есть люди, которые, ну, любят поспать. Любит ли их Бог меньше? Ну, есть какие-то аббревиатуры, кто-то там сова, кто-то там жаворонок. Я до сих пор не могу понять, кто же я. Потому что, когда ты в Хабаровск улетел и после Краснодара, ты прям конкретная сова. Но когда ты вернулся обратно в какие-нибудь Смоленске, из какого-нибудь Владивостока, то ты конкретный жаворонок. И ты не понимаешь вот эти все часовые пояса, пока ты страдаешь и настраиваешься, пока надо служить, всем что-то нужно, ненормированные встречи, молитвы, все до ночи хотят, чтобы ты давал ответы на вопросы, а в 8 утра уже ждут тебя там, то, конечно же, Господи, дай силы и дай мудрости. Но человек нуждается в покое, чтобы восстановить свое здоровье. Человек нуждается в нормальном сне, чтобы компенсировать все свои издержки. Можно, в принципе, продолжить и сказать, что человек нуждается в хорошем, чистом омском воздухе, который, открывая утреннюю форточку, ожидая, что благословение придет, и приходит какое-то смущение, ну, иногда благословит, а кто как помолится, тот так и запах обоняет. Ну, да благословит Бог нашу экологию. Много разных хороших, добрых потребностей Бог вложил в нас. И когда человек эти потребности восполняет, вот наступает этот пик счастья. Человек полноценно живет. Человек благословен. Человек наполнен. Можно сказать про семейную жизнь, что Бог от начала определил для человека быть мужем и быть женой. Бог дал эту потребность на то, чтобы наша жизнь с вами, она продолжалась. И мы усиливались в своем наследии, рождали деток, воспитывали, передавали эстафету веры, и чтобы они уже повели церкви, повели народ Божий, присутствие Божье. Это потребность. Есть исклюзивные люди, кто мимо стоял в другой очереди в этот момент. Они скопцы. В Библии так названо. Им скажи жена, он скажет, замуж, да какой я замуж? В жизни никогда. Есть, конечно, другие люди, у них другие потребности. Им скажешь, работать надо. Он скажет, работать. Христос завтра же приходит уже. Зачем нужно работать? Учиться? Так а зачем учиться, когда вся жизнь – это духовная составляющая? Я только буду находиться в церкви, и все остальные мои нужды будут покрыты. Но нет, драгоценные. Бог дал нам милости жить на этой земле, быть светом. И Бог дал нам такое право компенсировать и служить друг другу, покрывая потребности, которые есть в нашей жизни. Потребности духа, потребности души, потребности тела. Если говорить за наше собрание, за церковь, за епархию, за российскую церковь, это то, что в первую очередь направлено покрыть духовную потребность в жизни человека. Вторая сторона – это наши коммуникации. Там присутствует и душевная компенсация, где мы с вами имеем общение, имеем объятия, имеем совместный отдых, имеем совместные, может, даже споры, а может, и еще что-то, где человек в буквальном смысле слова раскрывает свою душу, потом он ее закрывает. Есть что-то и физическое. Надо заниматься спортом, надо как-то крепиться. Совсем недавно вижу мужчину, бежит по набережной, думаю, совсем в шортах, бежит холодно на улице. 84 года. Бежит. Думаю, интересно. Если бы он начал бегать буквально неделю назад, навряд ли этот человек в 84-х лет мог бы в такой форме идеальной быть. Вероятнее всего, он получил откровение о здоровье намного раньше и подготовил свое тело. Сегодня нам многим дойти до храма достаточно сложновато бывает, а кто-то бегает в одних штанах по улице. Я не призываю, правда, христиан вероевангельской это делать, ну или оденьтесь как-то получше, но я призываю, смотрите за храмом Святого Духа, который вас. Есть вещи от вас независящие. Кого-то атаковала болезнь, кого-то атаковала какие-то немощи. Это то, что вы не впускали, но оно пришло и атакует ваше здоровье. С этим надо бороться, за это надо молиться, это надо лечить духовными и какими-то мегатемитозными методами, спрашивая совет и наставления врачей. Лука был врачом, он компенсировал эти вещи в жизни христиан, давая им правильную мудрость. Поэтому в жизни нашей очень много потребностей. Но когда человек выпадает из воли Божьей, когда человеком начинают, знаете, как враг дьявол, что он делает? Он Божьи благословения, как Божьи потребности в нашей жизни, он начинает их искажать. Когда все, что Богом заложено в нашей жизни на благословение, которое нас обогащает, мы неправильно пользуемся этим и божественную инструкцию откладываем в сторону, жизнь человека, она не может быть в счастье и в радости. И она не может быть в долголетии, потому что человек нарушает Божьи принципы. И мы с вами здесь, у ног Христа, чтобы научиться принципам, чтобы передать эти принципы дальше и быть благословением Божьим до конца, чтобы наша жизнь была насыщена, как жизнь Авраама, человека, который прожил долгую жизнь, передал наследие Исааку. И стал для нас отцом веры. Поэтому есть несколько моментов и несколько духовных потребностей, которые сегодня очень важны для каждого из нас. Давайте постараемся о них поговорить. Первое место Писания, которое мы посмотрим, написано в послании Тимофею. Первое послание Тимофею, шестая глава, шестой текст и ниже. Библия говорит, великое приобретение быть благочестивым, и кто мне еще поможет, что? Довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Вот обычная человеческая жизнь. Бог печется о человеке. Он даже за имущество наше печется. Как праведник печется о жизни скота своего, написано в Писании. Мы должны заботиться о земле, которая рядом с нами, за ее экологию, за ее порядок, за ее красоту. Бог это дал нам. И здесь Писание говорит, что Господь дал человеку пищу, одежду, благословил человека. Но многие люди не остановились на этом. Они решили свои базовые настройки и те потребности, которые вложил Бог, использовать неправильно. Разве плохо иметь экономическое благословение, когда оно приходит в нашу жизнь? Но плохо, неправильно к нему относиться, уклоняясь от Господа. И вот для того, чтобы выровнять этот баланс, чтобы вернуться к оригиналу, мы должны посмотреть, что об этом говорит Слово Божье. Сегодня, в это утро, мне очень хочется, чтобы мы обратили внимание на самую главную потребность человека Божьего. Это потребность отношения с живым Божьим Словом. Давайте посмотрим первый Псалом. Первый Псалом. Откройте, пожалуйста, книга Псалтырь, самый первый Псалом. Библия говорит, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. И посмотрите, разница сразу же написана в четвертом тексте. Не так нечестивые, а не как прах, возметаемый ветром. Драгоценные, Библия дает нам право вот увидеть путь успешной жизни и благословенной жизни. И первый Псалом говорит о человеке, который был научен, который имел мудрость, он был защищен со всех сторон, потому что он правильно использовал Божьи принципы. И первое, Библия говорит о том, что он куда-то не ходил, где-то не стоял и с кем-то не сидел. Он не участвовал в нечестии и беззаконии, потому что его сердце, его главная потребность жизни была заполнена Словом Господнем. Здесь написано в законе Господа. Закон Господа для нас Божье Слово это тоже наш закон. И Библия говорит нам, что он пребывал в этом законе день и ночь. К большому сожалению, сегодня среди народа Божьего отношение с Божьим Словом оно стало совершенно иным. В нашу жизнь ворвались огромные конкуренты. Конкуренты, куда мы инвестируем свое время. Сегодня шквал информации, который обрушивается на нас ежедневно, настолько велик. Наш мозг не успевает его обрабатывать, хотя ученые говорят, что это самое великое произведение духовного искусства наше сознание и наш мозг. Сколько, какое огромное количество керабайтов памяти находится даже в одной клеточке нашего головного мозга, которая фиксирует, запоминает, которая анализирует все, что происходит рядом с нами. Многие христиане, они перестали правильно фильтровать информацию, которая приходит к ним. Они словно всеядные, открывая свои уши и глаза на все, что приходит. Они наполняют буквально свое сердце вообще беспорядочной информацией. Сегодня враг дьявол расставил огромные какие-то вот такие, знаете, количество этих капканов, через которые христиане оскверняют свое сердце. Я прекрасно понимаю, что преимущественно у каждого человека, наверное, сегодня, за редким исключением, наверное, нет телевизора или кто-то не пользуется интернетом. Было время, когда христиане совершенно не пользовались никаким телевизором и даже в церквях за подобный аппарат, если он был в жизни семьи каких-то верующих, их ставили на замечание в церковь. Но в церкви. Конечно, я однажды зашел в один дом, интересно так, там нерегистрированные верующие, мы общались, там шкаф такой, и мы так кушали, ужинали, и раз так там такие дверки открываются, там нужно было кое-что взять, и знаете, открываются дверки, и такой бам, телевизор за дверками. Его не было видно, но потом так внезапно мы их открыли, они там раз там есть, раз закрыли, а их нету. И так, знаете, это не грех, уже никто не ставит там на замечания, на какие-то великие отлучения за это, но старая мышечная память, она осталась, что лучше, чтобы он не попадался на глаза ближнего моего, ближнему имеет чудный язык, который дотягивается до пасторов по местной церкви, и обязательно расскажет, где там стоит это дьявольское око. Когда к нам приезжали братья, помогающие нам строить молитвенный дом, они приехали из Великой Белоруссии, они были в особой церкви, благословенной церкви, они там так любили Господа, потому что у них не было этого источника информации, и в их домах не было телевизора. Заходя однажды к нашему пастору Сергею Николаевичу, у которого стоит большой телевизор, и там был ужин наш совместный, и мы все трудяги зашли туда, и знаете, о, как я был удивлен, потому что я за недолгое время был там так же в Белоруссии, смотрел там, кроме радио, в далеком сарае, ничего не было вообще. А тут я смотрю, как все эти работяги, закатав свои руки, взяв ложки, чтобы покушать бульбу, они не могли этого делать, потому что вдруг включился телевизор, тыньс, а не открыв свои рты, забыв про жажду к пище, выбрали, и смотрели какие-то новости, какую-то информацию. И знаете, это так интересно, часто ты что-то запрещаешь, 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 а потом человек дорвался до этого и полностью поглотился этой информацией. Я не за то, чтобы мы ходили друг к другу по домам, отслеживали, или что-то там еще делали, потому что в конечном итоге каждый отвечает за свое собственное сердце, за храм, который Бог дал тебе. Какая информация попадает туда? Многие сегодня не способны определить для себя возможность пользоваться гаджетами, они часами могут пребывать там. Информация, негатив, скверные слова, скверные фильмы, многие какие-то шуточные, неправильные программы, которые оскверняют, они идут так на тоненького, с похотливостью этого мира, и христиане спокойно пребывают в этом. Я понимаю, что ты можешь сесть кому-то в транспортное средство и как-то ехать, а там играет музыка, мирская музыка. Вы скажете, зачем быть настолько религиозным человеком? Многим людям это не понравится. Но я не являюсь таким религиозным человеком, но я специально никогда в своем транспортном средстве не буду слушать там какое-то мирское радио. Если только как-то выскочило случайно, ну спокойно потом его можно убрать. Потому что надо постараться и позаботиться о состоянии своего духа с раннего утра, чтобы раскрыть Слово Божье. И если мы признаем, что Слово Божье это хлеб, то это потребность христианина вернуться к источнику своей жизни, где на тебя идет благословение от Господа. Это Слово Божье. Немногие люди жаждут его. Я, говорит, прочитал Библию один раз в жизни, мне оно что, еще раз надо? Я прихожу в церковь, там немного что-то говорят, ну как бы достаточно. Не драгоценное. Читать Библию надо минимум один раз в год. Во всяком случае, очень стараться сделать это и сделать это своей правильной духовной привычкой. Бог говорит через это Слово, потому что оно названо светильником нашей ноге. Многие люди сегодня задаются вопросом, а как поступить в этой ситуации, а как ответить этим людям, а как вот с этими. А я вам хочу сказать, Слово Божье дает ответы, Слово Божье дает мудрость, и человек, который относится к этому Слову с уважением, Слово Божье начинает говорить с ним. И человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит в собрании грешных, не сидит в этом собрании развратителей, но в законе Господа воля его, потому что всегда надо выбрать и конкурентов, похищающих твое время, удалить из своей жизни, побороть их, выбросить их прочь, и время, которое Бог тебе дал, направить на самый главный источник, это Слово Божье. Ну аминь или не аминь? Я очень ревную о том, чтобы люди читали Слово Божье, люди вникали в него. Мне нравятся братья, которые говорят, не выхожу из дома, пока не прочитаю две главы из Священного Писания. Даже некоторые говорят, не кушаю, глотка воды не выпиваю, прежде чем не насыщаюсь Божьим Словом. Многие скажут, слишком религиозно. На самом деле, каждый выберет для себя форму, потому что как только многие люди говорят, если я в самом начале дня не обращаюсь к Слову, то потом суета настолько захватывает меня, я не могу остановиться. Как говорит, за зубную щетку взялся, все, рабочее время началось и унесло человека. И потом уставший вечером, когда он думает, сейчас я доберу до дома, сейчас я помолюсь, а потом уже опять наступает утро. Определи для себя законы для твоего Духа, когда ты будешь себя кормить, когда ты будешь насыщаться Божьим Словом. Каждое утро мы делаем рассылку, принимая Слово, мы планируем свою победу. Есть слово Рэма и несколько комментариев к этому, и многие люди распространяют это Слово по всему миру, и оно является благословением для огромного количества людей. Многие церкви используют это Слово, наша церковь использует это Слово, другие церкви на утренних собраниях читают это Слово, даже нас не зная никогда. Ко мне иногда это Слово возвращается, пройдя через весь мир, и потом мне кто-то сбрасывает его, и кто-то говорит, надо сделать какие-то книги, брошюры, но у меня не было видения такого. У меня было видение всегда печатать это в телефоне и рассылать прям сотнями и тысячами. Сегодня уже это не моя забота, сегодня это люди делают сами. И может быть хотя бы так, но они вырабатывают в себе духовную привычку этого духовного завтрака, прийти перед Господом, получить Слово, пропитаться Словом, исповедовать Его, промолить Его и уже тогда вклиниваться в этот суетный, никогда не оканчивающий свой бег этот мир. Но ты уже снаряжен, у тебя уже есть пояс истины, у тебя есть меч, у тебя есть шлем, у тебя есть броня, у тебя есть щит веры, ты уже приготовлен. Если враг, дьявол сделает много искушений в твоей жизни, они могут начаться с момента, как ты выйдешь из своего подъезда. Что-то сразу начнет происходить не так, но уже ты наполнен Словом. А если ты наполнен Словом, а не мирским юмором, не какими-то непонятными вещами, которые сегодня просто охотятся за твоим сознанием, если ты наполнен Словом, ты всегда будешь поступать, как Божий человек. Ну аминь или нет? И это станет свидетельством для людей, как ты реагируешь на кризисы, как ты реагируешь на какие-то столкновения, поношения, какие-то другие моменты. Если твое сердце наполнено Словом Божьим, Библия говорит, ты всегда и во всем успеешь. И насмотришь некоторых людей, но не суетятся. Живут, служат, двигаются, развиваются, работают, созидают семью, созидают отношения. Да, понятно, не успеешь ты быть везде, но что-то делают. И делают по воле Господа. И Библия говорит в первом псалме такой человек, такой праведник написано все успеет. И тут же идет разница между нечестивыми. Показываются люди, которые пренебрегли законом Господним, которых разум, сердце, воля не в законе Господа ни днем, ни ночью. Написано их итог, итог их жизни. Библия называет их прахом. Прах, возметаемый ветром. Это как соль, потерявшая силу. Если бы христиане проснулись и вернулись к Слову Божьему, если бы они вожелали этого слова, осознавая, что это не просто написанная буква, но это Божий голос, говорящий с твоим сердцем. Это источник твоего возрастания. Это способность тебе правильно принимать решения на любые вызовы, которые сегодня приходят в твою жизнь. Это твое благословение. Библия также названа зеркалом. Есть удивительное местописание, когда апостол Иаков говорил правду о нынешних верующих. Давайте посмотрим этот текст Священного Писания. Написано 1 Иакова, 1 глава, 23 текст. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел тотчас, забыв, какой он. Библия как зеркало. И если в нашей жизни есть моменты, которые нас расстраивают, мы в чем-то неуспешны, где-то мы подскальзываемся, падаем, что-то нужно выровнять в отношениях с людьми, почистить свои уста, убрать непотребные свои жизни, дисциплинировать свое время, чтобы правильно относиться к Господу в отношениях с Ним утром или вечером. Все, кто смотрит нас на канале ТБН, просим, приходите на наш YouTube-канал Церкви Жатова города Омска и дослушайте эту проповедь до конца. Да благословит вас Господь! Когда человек подходит к зеркалу физически, что делает он? Он внимательно всматривается в черты своего лица. Его главная задача, скажите мне, пожалуйста, для чего человек смотрит в зеркало, чтобы видеть свое отражение. Две вещи. Первое, ну, посмотрел, оценил, насколько ты постарелся вчерашнего вечера. И второе, нужно немножко хотя бы привести себя в порядок и вернуть, так сказать, чтобы на круги своя, вернуть свою уходящую молодость. Ну, представьте себе, если человек просто подошел к зеркалу, посмотрел, то ли он ужаснулся, то ли удивился, то ли вновь с собой познакомился, но только отошел от зеркала, он думает, так, подожди, а что я там делал-то, я что-то опять забыл, опять вернулся. И получается, понимаете, замкнутый круг, как евреи, ходящие по пустыне вокруг Синайской горы. Многие люди слушают множество потрясающих проповедей. Они пребывают в удивительных домашних группах. Рядом с ними много источников, через которые говорит Бог, это братья и сестры во Христе. Много событий происходят, данных Богом в нашей жизни, и все это послано нам, знаете, для чего? Для того, чтобы нас познакомить с самими собой. Основная мысль, которую я сегодня хочу донести для себя и для тебя, дорогой Божий человек, осторожно, я не узнаю себя. И если ты думаешь, что ты себя хорошо знаешь, задай себе вопрос, какие еще события не произошли в твоей жизни, чтобы ты сам удивлялся себе. Многие люди говорят, да я-то себя хорошо знаю. Но в их жизни что-то начинает происходить, то удар по экономике, то какая-то приходит атака, и человек потерял средства к существованию. Над ним зависла угроза увольнения с работы по причине того, что он не вакцинируется. Над ним зависла угроза, потому что квалификация его не дотягивает до того уровня, где ему сказали, ты вот первый в списках. Вы знаете, как много людей сразу просто впадают в такое разочарование, в страх. О, что я буду делать? А что будет с моей жизнью? А что я буду жить? А как я буду принимать пищу? И многие люди в буквальном смысле слова сразу же просто пускают в свое сердце страх и сомнения. А некоторые люди наоборот. Они скромные, благословенные, уважительные, смиренные, такие замечательные, но до момента, пока в их жизнь приходит успех, приходит какое-то благословение, приходит воздаяние, приходит финансовый достаток, приходит какое-то почтение и уважение, способность получить или купить или приобрести себе что-то, что раньше никогда не мог, и оказалось, что при наличии средств, которые свалили с чью-то жизнь, эти средства, имея такой длинный-длинный крючок, достают из самого дна человеческой души те спящие, похотливые, самые какие-то нехорошие качества характера. И финансы, они спокойно могут покрыть это и оплатить это. когда он не мог этого достать, не было возможностей и средств, был нормальным человеком, здоровался со всеми, все было хорошо, уважительно относился, говорит, мы нормальные люди, как все, но когда в его жизнь стал приходить успех или благословение, люди стали совершенно другими. Конечно, не все, но мы должны номер один быть честными с самими собой. Скажите, когда вас кто-то где-то обманывает или вас вводит в какие-то неправильные обстоятельства, где вы что-то теряете, это настолько неприятно. Но когда человек обманывает сам себя, когда человек, зная, что он сам себя подводит к этой границе и сталкивает себя в этот ров помойный, потому что ты себя знаешь, тебе не надо заигрывать с грехом, тебе не надо заигрывать с какими-то вещами, которые Бог назвал грешным и неправильным, но многие говорят, ничего, я справлюсь, ты должен познакомиться с собой. Этот момент очень важен. И Слово Божье является для нас зеркалом, чтобы человек мог посмотреть в него и дать оценку своему состоянию. И чем быстрее и честнее мы сделаем это, тем быстрее придут перемены и благословения в нашу жизнь. Ну аминь или нет? Драгоценные, мои братья и сестры, Слово Божье, это наше зеркало. Сегодня, когда мы размышляем этой главной потребности для нас, мне хочется, чтобы каждый вновь пересмотрел свой взгляд к Слову Божьему, пересмотрел свое время со Словом Божьим, пересмотрел свое время в отношениях с Господом. И пусть Дух Святой говорит ваше сердце, и пусть Дух Святой совершает свою работу через Божье Слово. Когда мы смотрим в это Слово, читаем его, мы видим свои кривые пути, и именно в этот самый момент у человека есть выбор услышать это и измениться, или не заметить, закрыть, захлопнуть и пойти дальше. И тем самым сделать шаг к своему праху. А лучше сделай шаг к жизни и благословению. Вторая потребность, которую Бог вложил в человека, это потребность быть полезным. Быть полезным для кого-то, кто рядом с тобой. Можно назвать это той потребностью быть жертвенным и щедрым. И несколько мест Священного Писания, давайте посмотрим. Книга Евангелия Луки, 12 глава, 16 текст и ниже. Библия говорит, и сказала им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто не собирает сокровища для себя и не в Бога богатеет. Скажите, пожалуйста, хороший урожай, ну разве это плохо? Но не радует ли ваше сердце, когда вы видите, как Бог благословляет вас? Везде кризис, сложности, а в вашу жизнь Господь печется и заботится. Знаете, что плохо? Плохо не изобилие в урожае. Плохо, что в этой удивительной жизненной притче, которую сказал Христос со стороны вот этого особого бизнесмена, человека, который увидел этот урожай, и ему не пришло в голову с кем-то поговорить. Написано, разговаривал сам с собою. Когда человека приходит сила, влияние и благословение, ошибка некоторых людей. Они оставляют свою церковь, оставляют своих друзей, оставляют своих жен и начинают вариться сами в себе. учение от этого внутреннего разговора с самим собой. Одно, урожай мой, житницы мои, плоды мои, добро мое, жизнь моя. Ешь, пей, веселись. На многие, посмотрите, какой план, какая стратегия, на многие годы. Но вот удивительно, оказывается, Бог разговаривает с такими людьми, которые не разговаривают с Ним. Оказывается, Бог говорит, смотрите, какое он имя им дает. Он говорит, безумец. Да за каждым хорошим, добрым урожаем милость Божья. А человек, который неправильно использует это, получает такой ярлык, такое имя, безумец, в эту ночь душу твою возьмут. Вот что является самым главным. Не сокровище, не богатство, а душа, бесценная человеческая душа. Кому достанется все, что ты накопил, насобирал? Вы знаете, есть удивительная история в первой книге Царств 25 главы. Приходя к завершению, мы посмотрим с вами про одного человека, имя его Навал. Со второго стиха, первая книга Царств, 25 глава, второй текст и ниже. Библия говорит, был некто в Маоне, а имение его на Кармиле, человек очень богатый, у него было три тысячи овец и тысяча коз, и был он при стрижке овец своих на Кармиле, имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом, он был из рода халева. Вот всем вам и всем, кто нас смотрит, прям домашнее задание. Первая царств, 25 глава, ну прям полностью прочитать всю историю, потому что это удивительная глава, которая показывает, насколько люди были незнакомы сами с собой. Вот я смотрю на Авигею, удивительно, написано, мудрая, а еще и красивая. Бывает же такое. Вот он, комплект Божий. Как она такая мудрая и красивая могла выйти замуж за злого, необузданного человека? Это что за парадокс? Умные, а еще и красивые просто так замуж не выходят. Скажи аминь. У нас почему некоторые сестры не замужем до сих пор? Потому что умные и очень красивые. не созрел, не появился, не сформировался еще тот, который был бы меня достоин. Не обижайтесь на меня, сестры. Он просто формируется. Я передаю ему послание. Формируйся быстрее, а то там уже, знаешь, переформируется все. Будет, останется только умная. Я сказал это, да? авигея. Вот когда люди женятся, они все умные и красивые и благословенные. Вероятнее всего навал это был нормальный жених. Может быть не так много был богат, но все было хорошо, уважаемый, аккуратный, вежливый. Цветы, свидания, закат, солнце, радость, церковь, синагога, все хорошо. Но в его жизнь пришло большое богатство. Что-то деформировало его сердце. Я так предполагаю, из рода Халевова не вырастают самозванцы. Потому что Халев это не имя нарицательное. Халев это помазанник Божий, который был способен вместе с Иисусом Мнамином находясь в команде с Моисеем сказать по возвращению из земли, в которой Господь через Моисея повел двенадцать лидеров всего Израиля. И только Халев и Иисус Мнамин пришли с добрым посланием. Они остались живы. А если вы читаете книгу чисел, вы увидите, что все те десять, которые сказали не войдем, не сможем, там сыны инаковы, железные колесницы, мы в глазах их как саранча, через несколько глав этого события не умерли все, кроме Халева. Вот оно наследие, вот оно поколение. Как важно познакомиться с самим собой и знать свои слабые стороны. И буквально, как говорил апостол Павел, умерщулять дела плотские. Если успех и благословение, если тысяча коз делают из тебя великого, уже не скажу кого, но вы поймете, отца коз. А как она с ним жила? Как она его любила? Давид охранял его стада, ничто не пропало. Давид с уважением и покорностью отправляет десять человек для того, чтобы донести до этого уважаемого о том, что мы охраняли тебя, мы заботились о тебе. Дай, что в силе рука твоя, дай нам покушать. Но наглость, вот это самолюбование, вот этот взгляд свысока, много ли рабов бегают от своих глаз. Кто такой Давид? И, знаете, вкушая вот это сверхизобилие пищи, одежды, славы, больших урожаев, многие люди теряют реальность. Но в тот же самый момент в духовном мире уже пишется список о их смерти. Давид разгневался, потому что слуги его пришли с пустыми руками, он обнажил меч свой, четыреста голодных мужчин, пошли навстречу к навалу, чтобы восстановить божественную справедливость. Мудрейшая Авигея, услышав это слово, она навьючила ослов, взяла двести мешков хлеба, зерен, муки, всего-всего набрала, и она ринулась навстречу ночью к Давиду на своих ослах, услышав, как Давид говорил, это что за несправедливость, мы его охраняли, а он так с нами поступил, к утру не останется ни один из них в живых. Она сошла своего осла, поклонилась ему в ноги, сказала Давид, да что с навала взять, у него какое имя, навал, ну как бы глупец. Информацию нужно мне было доносить, не ему, Давид, маленькая ошибочка у тебя здесь, твои посланники, менеджеры, не туда, не в ту дверь постучали, поэтому я тебя буду кормить. Она отдала ему зерна, отдала ему мешки, отдала ему хлебушек, отдала ему все, она так ему сказала, говорит Давид, ну ты же помазанник Божий, ну вот зачем проливать кровь, ты ведешь войны Господни, вот там и воюй, а что с этих взять? она так его, знаете, разоружила, такое ощущение, Давид меч свой раз, мужики все эти ничего не могут сказать, одна женщина своим кротким языком так поговорила, она задала все вопросы, на них же сразу ответила, Давид только говорил, аминь или не аминь, ну аминь или не аминь, братья все, аминь, аминь, и он сказал, ты вообще благословенного Господа, ты кто такая? Вот тогда у меня есть такая, конечно, мысль, что вот Давид подумал, вот мне бы жену такую, а, может все-таки дойдем до навала, а, но они развернулись, сытые, довольные, благословенные, вы знаете, когда она вернулась в свой дом, навал кушал мясо, кушал сыры, кушал, наслаждался, был пьян, изрядно, она даже говорить с ним не стала, а наутро, когда он протрезвел, сестры, посмотрите, как в нескольких словах сокрыта жизнь или смерть, особенно, если это уста женщины, она ему сказала, навал, там друзья к тебе вчера шли, увидеть тебя хотели, голодные, так ему сказала, написано, что сердце его окаменело, через 10 дней он умер, Давид узнал, что он умер, говорит, братья, сходите, там невеста у меня одна, вы понимаете, что когда вот ты имеешь такое сердце щедрое, когда вот эту потребность быть полезным, ты ее используешь, знаешь, ты формируешь в духовном мире, когда божественная печать защиты, благословения, радости, удовлетворения твоего собственного сердца, там формируется этот список, знала ли Авигея, что через 10 дней она станет невестой и женой будущего царя Израиля, наверное, она бы с ладоней кормила бы, но не могла, потому что замужем была, а Бог знал, что настало время и навал, безумец, посмотрите, это слово сказано в Луки 6 главы, когда Бог заговорил с этим человеком ночью, Он сказал ему безумец, это тот же самый дух жадности, скупости, эгоизма, себя любия, все только для себя, когда человек деформирует эту потребность быть благословением для кого-то, а Бог говорит нам блажение давать, нежели принимать, потому что кто дает, тому вернется мерой, какой, напоминайте, полной, нагнетенной, и знаете еще какой, утрясенной, это как же нужно так это все сформировать, что сам Бог говорит, ни одного свободного места не останется, когда я тебя буду благословлять, я когда тебя буду благословлять, я с избытком тебя благословлю, так благословлю, даже завистники могут увидеть, но ты на них не смотри, это мое благословение в твою жизнь, мерой полной, драгоценные, я понимаю, что в нашем благословенном Омске, наша потрясающая церковь, да и вообще в целом, когда люди говорят за Сибирь, вы знаете, как они говорят о нас, о людях, живущих в Сибири, те, кто уехали в центральную Россию, как они скучают о нас, они вспоминают нашу широкую душу, говорят, люди в Сибири, это другие люди, это не там, не Москва, это даже не Великий Питер, даже не какой-нибудь там еще город, Сибирь, люди добрые, открытые, щедрые, спросишь, скажут, куда идти, накормят, что-то там дадут, слава Богу за нас, вы знаете, но вот этот грех эгоизма, к сожалению, пробрался с Эдемского сада и в Сибирь тоже, у нас замечательные люди в церкви, может быть, не такие великие, не такие богатые, но они все равно щедрые и благословенные, не по позиции цифр, а по позиции состояния сердца, вы знаете, сколько раз лично в моей жизни было, вот хочется дать, хочется поучаствовать в чем-то, ты всегда даешь, ты всегда участвуешь, но хочется еще больше иногда сделать что-то, так хочется, а возможности нет, приходишь к Богу и говоришь, дай, меня нет, дашь, передам, вы знаете, вот здесь испытание происходит в твоем собственном сердце, насколько Бог заботится о том, чтобы ты был способен выполнять свои желания, ожидания или обещания, вот здесь удивительное место священного писания, написано Матфея 17,24 и я буду приходить к завершению, Библия говорит нам, когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахам и сказали, учитель ваш не даст ли Дидрахме Матфея 17,24 и далее, он говорит, да, обратите на это внимание, и когда вошел он в дом, то Иисус предупредив его сказал, как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, сынов ли своих или с посторонних, и тут мудрость приходит на Петра, он говорит, Петр говорит ему, с посторонних, Иисус сказал ему, итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и открывая у нее рот, найдешь статир, возьми его, и отдай им за меня и за себя, драгоценные, вот он, Капернаум, где происходят ключевые места, события жизни, представьте себе, идут 12 апостолов, Христос и еще 70 учеников, разные женщины, много всех людей, кто что несет, вот они идут все, и вот представьте, стоят собиратели Дидрахом, ну, уважаемые сотрудники налоговой инспекции, они, знаете, смотрят на 12 апостолов, и вот знаете, такая психологическая атака, а кого выбрать, чтобы нам подойти, и с этим вопросом бы, как бы, Дидрахмы-то нужны, кто, кто, знаете, они выбирают Петра, вот что было в лице Петра, говорит, во, он, к нему, он не откажет, драгоценные, и вот они подходят к Петру, и говорят, не всем ему, Петр, а учитель не даст ли нам, Дидрахмы, нам там надо, и вы знаете, что отвечает Петр, вот я бы ответил так, а вы чего меня-то спрашиваете, меня пастырская жизнь научила очень, когда кто-то приходит и спрашивает мнение других у тебя, знаете, что я говорю, я говорю, вы у них спросите, когда кто-нибудь из семейного кризиса опережает своего мужа или жену, приходит в пастырский кабинет и рассказывает о великой трагедии, в которой он не виноват, но виноват, а его обязательно жена, то знаете, что я говорю, первый в тяжбе своих прав, разговаривать с вами буду только, когда вы будете вместе, вместе, но потому что вместе, ты уже становишься таким умным, потому что если даже тебе кто-то что-то наговорил и ты не успел ответить, потому что она спросила и сама ответила и уже убежала, потом ты слышишь, как она сказала, пастор принял мою сторону, да я же слово еще не успел сказать, она говорит, так а вы же промолчали, а молчание знак согласия, и ты иногда попадаешь в такие тиски, когда тебя вот так раз, разворачивают, как хотят, и только потом приходит истина, а Петр, когда речь шла о даянии жертве, даст ли ваш учитель нам дидрахму, посмотри, когда тебя спросят, а поучаствует ли ваша церковь в каком-то добром деле, а купит ли подарки, заботу, а посетит ли пожилых, а накормит ли бездомных, а купит ли здание, а купит ли транспорт, а купит ли еще что-то, знаешь, что всегда отвечай, наша церковь всегда поучаствует, когда только не говори, но говори, что поучаствует, потому что мы всегда поучаствуем, и Библия говорит, Иисус услышал, как Петр ответил за него, и когда они были уже в доме, вдруг Иисус начинает разговор, и как бы дает учение, Петр, как ты думаешь, с кого эти сотрудники берут на подати, со своих ли пофамильно, или с других, Петр начинает получать откровение, куда же ведет Иисус, ведь сейчас он скажет, мы свободны, а значит мое слово, которое я им дал, а там написано, да и точка, в Библии ни одной точки случайно нет, я читал и думал, я раньше точку это не видел, появилось, потому что я не видел, она там была, так вот, Иисус говорит, сыны-то свободны, и знаете, такое чувство, я себя ставлю на место Петра и думаю, ну все, сыны свободны, это значит, Петр, я ни при чем, мы свободны, а знаете, как для мужчины важно держать свое слово, драгоценные сестры, вы чувствовали это в своей жизни, как важно, когда мужчина держит свое слово, как чувствуете, братья, когда вы что-то говорите и делаете, и доводите дело до конца, как важно это перед Богом, мы не из тех сынов тьмы, которые говорят и не делают, которые молятся, а потом сами не следуют этому, мы держим слово, но иногда сил у нас мало, и дидрахм нет, и возможности нет, а так хочется, потому что Иисус даст, обязательно даст, и вы знаете, и потом Христос говорит такую мысль, он говорит, Петр, ну чтобы их не соблазнить, они же вон у дверей стоят, ждут тебя, они же манят его там в окно, говорит, Петр, эй, он говорит, вот тебе удочка, пойди на море, посмотрите, никаких случайностей, закинешь удочку, поймаешь первую рыбу, в устах у нее будет статир, монета, ты возьми у нее, в долг, заплати за себя, посмотрите, как делает Бог, они хотели с Иисуса получить, а Господь дает больше, он говорит, заплати за меня, и за себя, потому что статир, больше, чем дидрахма, я думаю, Петр всю жизнь рыбу ловил, он подумал, знаете, такое ощущение, жизнь перед глазами, рыбы все перед глазами пролетели, я неправильно их ловил, поймал, открыл, мне так интересно стало, один человек сказал, ну, статир, это такая светящаяся монета, а были такие еврейские рыбы, они вот так вот плавали, и, знаете, всегда вот видели что-то светящееся, и я такой, знаете, у нас у вороны есть, они просто в воздухе, а те в воде, она тоже, это самое, знаете, светящееся все собирает, не надо думать о логике в данном случае, никакая рыба, средствами, финансами, металлом не интересуется, и если даже она что-то там раз-раз, она выплюнула, и все, а эта святая рыба, она вкусила, и думает, оно мне надо, а не сделать ничего не может, и тут крючок, это как надо было схватить за рыбаки, думайте, как надо с полным ртом этого статира, схватить еще крючок, не выронить статир, пойматься, Петру отдать это все, ну где логика, нету логики, и поэтому, когда Бог тебе воздает за твое щедрое сердце, когда ты заботишься о ком-то, логики нет, математика не работает, потому что он все равно дает несравненно больше, о чем ты просишь или помышляешь, а самое дорогое, знаете что, не статир, самое дорогое, что я увидел здесь, как Бог хочет, чтобы ты исполнял свои обещания, и он выходит тебе навстречу и говорит, Петр, внутри тебя есть потребность, все время ты машешь шашками, режешь уши, там ругаешься, там этого не прощаешь, там с кем-то воюешь, но внутри тебя потребность быть добрым человеком, добрым, внутри тебя есть потребность быть щедрым, тебя выбрали эти сотрудники и сказали, дашь, и ты сразу сказал, дам, потому что у тебя в душе эта потребность, хочешь быть счастливым, будь кому-то полезен, скажи своему ближнему, хочешь быть счастливым, будь кому-то полезен, все, кто смотрят нас, хочешь быть счастливым, будь кому-то полезен, и последнее, когда мы начинаем себя узнавать, иногда мы приходим в ужас, оказывается, как слабо мы себя знаем, когда приходит скудость, поднимается ропот, когда приходит благословение, поднимается гордость, как слабо мы себя знаем, когда мы слышим какую-то неправду, мы впадаем в обиду, и месть поднимается в сердце, когда нас хвалят и гладят по головке, мы такие сразу становимся нежные, и за все говорим, да, да, конечно, как слабо мы себя знаем, когда в нашу жизнь приходят чуждые комплименты, похотливость, флирт, заигрывание, у многих верных и сильных кружится голова, как слабо мы себя знаем, потому что внутри нас есть потребности, но дьявол хочет их исказить, чтобы мы не компенсировали их там, где Бог определил для нас, а ищем источники мира, смотри в зеркало Божьего Слова, внимательно смотри, там ты увидишь истину и правду о своей жизни, и это благословит тебя, и тогда ты не скажешь, о, осторожно, я не узнаю себя, тебя и не останется, будет Христос, все во всем, ну аминь или нет? И последнее место Писания, я назвал это так, вернись к оригиналу, вернись к оригиналу, книга пророка Исаии, 64 глава, 8 текст, Библия говорит, но ныне Господи, ты отец наш, мы клина, а ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей. Вы помните Ефессианам 2,10, что мы созданы во Христе Иисусе, созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я признаю, Господь, что в моей глине еще есть камни, в моей глине еще есть что-то, что тебе мешает делать добрый сосуд Божьей славы, поэтому сегодня без Бога тебе не найти свое счастье, без Бога тебе не наполнить или не компенсировать все свои потребности. Счастье полным и истинным может быть только во Христе, потому что на вершине этого счастья стоит откровение спасен, спасен, спасен. Однажды я возомнил себя великим поваром и открыл Ютуб и решил что-то там сжарить, сварить, спарить. Вы знаете, и я там нашел, и я там нажал на кнопки, и я там одел колпаки, перчатки и фартуки, и вот этот маскарад, и что-то там набодяжил. И все, кто любит меня, говорят, ну что? Знаешь, что нужно? Вот когда моя бабушка готовила у плиты, она говорила, ай, иди сюда. Смотри, вот это вот это. Я говорю, ага, ага. Думаю, каким я должен стать старым, чтобы мне это было интересно. А сегодня я открываю Ютуб, но это не оригинал, ты понимаешь? Оригинал? Это бабушка. Она говорит, здесь, сына, я научу тебя. Я подумал, да надо просто жениться, и все, и будешь сытым, как никогда. Так в том-то и дело, что неправда. Все равно все знают, мужчины готовят вкуснее. Но не через Ютуб. Вернись к оригиналу. Оригинал. Это творец твой. Когда он соткал тебя во чреве твоей матери, когда он вдумал в лице твое дыхание жизни, когда он сказал, мой патент только на тебя, и никакой дьявол не имеет права влазить в твои настройки, влазить в те качества, в те благословения, в те потребности, которые Бог вложил в тебя. Возвратись к оригиналу. Подсчитай инструкцию о своей жизни, и будь успешен на всех твоих путях. И готовить будешь вкусно, и общаться будешь чудно, и благословение Господне сопровождать будет твою жизнь. В этом и есть наша сила. Ну аминь или нет? Вернись к оригиналу. Не хочется сказать тем, кто смотрит нас, вернись к оригиналу. Многие люди во время пандемии поняли, что их духовная жизнь настолько слаба, и сделали много разных грехов, и сделали много разных беззаконий. Им стыдно вернуться в Дом Божий. По разным причинам они не хотят видеть лицо многих братьев и сестер, потому что больно, больно, потому что стыдно. И где-то издалека, на наших сайтах, где-то они смотрят за жизнью церкви, которая ожидает своего жениха, которая стремится еще больше познать Бога. А вы словно Петр обнаженный, когда Христа взяли в притории, он написано, следовал за Ним издали. Вы дети Божьи, вы Его ученики. Что-то в вашей жизни пошло не так. Тот, кому я это говорю, знает, что я говорю Ему. А Господь, Он не выписал тебя из своих списков. Господь, Он не предназначил тебе путь навала. Господь предназначил тебе путь Авигеи. И Он благословит тебя. Вернись к оригиналу. Вернись к оригиналу. Позволь Богу благословить тебя. Давайте мы встанем на свои ноги. В этом зале есть люди, которым сегодня очень нужна молитва. Это молитва, которая вернет вас в самое начало. Вернет вас туда, Голгофскому кресту, где Христос платил за вас цену своей драгоценной крови. В вашей жизни есть многие моменты, которые неправильно, и вы с ними сражаетесь. Вам не нравится то, что происходит в вашей жизни, когда вы остаетесь один на один и мучаетесь от своих грехов и похотей. Господь хочет очистить ваше сердце. Господь хочет вернуть, чтобы Слово Божье заговорило с вами вновь. Господь хочет, чтобы ваше сердце раскрылось и было счастливо, когда вы станете в святости, полезной, в своей церкви, ближним, родственникам. И всем, кто встречается на вашем пути, нужно что-то выровнять внутри себя. И когда окончится собрание, здесь у алтаря мы будем служителями, и вы можете прийти со своими родными и близкими на молитву покаяния. Вернуться к своему оригиналу. Отец Небесный, я благодарю Тебя за действия Святого Духа сейчас здесь, на этом месте. Я благодарю Тебя, Господь, за пищу, сходящую с неба, когда Ты возвращаешь нас к Твоему драгоценному Слову. Твоя милость велика. Спасибо Тебе, что в Твоей драгоценной крови я имею начало, я имею право на благословение, на спасение, на вечную жизнь, на любимую церковь. Спасибо Тебе, Господь, что я часть этой церкви. Спасибо Тебе, что Ты ведешь нас еще глубже познавать Твое Слово. Ломаешь в нас эгоизм, жадность, скупость, лукавые подозрения и раскрываешь в нас потенциал полезности, жертвенности, щедрости, десятин, приношений, заботы о Божьем Доме. Спасибо Тебе, Господь. Я хочу прожить эту жизнь под Твоей инструкцией. Я хочу, чтобы все мои базовые настройки, которые Ты определил еще водами, там, в Эдемском саду, когда Он был непорочен, чтобы наша жизнь, она была именно такой, святой и непорочной. Я признаю, Ты наш Господь, Ты хозяин, а мы глина в Твоей руке. Сегодня мы приходим к Тебе. Господь, выровни наши пути. Господь, не позволь нам спать, не позволь нам быть сынами тьмы, не позволь нам. Сохрани нас. Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Мы за все Тебя благодарим. Великого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. И все вместе да скажем Аминь. Благослови кого-то, скажи, вернись к оригиналу. Друзья, прежде чем мы закончим собрание, прошу вас, присядьте еще. У нас есть буквально несколько объявлений. Приглашаю нашего брата Константина Ивановича. Пожалуйста. Здравствуйте, братья и сестры. У меня объявление о потребностях общения и отдыха. Напоминаю, что с 4 на 5 января у нас будет рождественский выезд общесерковный на базу отдыха Альпийской деревни. Мне иногда спрашивают, почему? Давайте на другую базу отдыха. На других базах отдыха цены примерно в полтора, два раза и три выше. Поэтому туда может поехать очень небольшое количество людей. Поэтому Альпийская деревня нам идут на встречу. Напоминаю, что нам предоставляют услуги по прайс-листу для школьников. И, к сожалению, у нас уже забрали два корпуса. Это новый корпус и Альпийский домик в связи с тем, что мы не оплатили. Это нужно было сделать до понедельника, конечно, но на сегодняшний день у нас очень слабое бронирование идет и эти корпуса у нас забрали. Поэтому завтра я иду на встречу с руководством Альпийской деревни, принесу те деньги, которые сдали вы, и мы забронируем те номера, которые вы забронировали. Может быть, удастся забронировать немножко больше. Я надеюсь на это. Поэтому напоминаю, бронируйте объявления об Альпийской деревне есть в социальных сетях в группе «Божья семья» в Вайбере. Там есть полное объявление. Звоните моей супруге Левченко Ирине Павловне. Подходите ко мне, бронируйте, оплачивайте. Благослови вас Бог. Спасибо. Друзья, еще хотелось бы сказать, что о предстоящих неделях, какие у нас собрания будут. На следующей неделе у нас, начиная с четверга, будет проходить конференция молодежная. Она будет проходить в формате форума, молодежного форума «Церковь – это мы». Мы с молодежью будем размышлять о том, что значит быть церковью и какое конкретное место молодежь имеет сегодня в церкви и как она может служить Господу. В связи с этим для всей церкви мне хотелось бы еще сказать о том, что причастие у нас переносится на 12 число 12 и 14. Обратите внимание, 12 ноября в пятницу в 18.30 причастие, а 14 воскресенье вторым собранием в 14.00. Ну, чтобы мы помнили, знали, если кто-то будет задавать вопросы, пожалуйста, делитесь этой информацией. А вас прошу еще молиться просто за молодежь в это время, на предстоящей неделе, потому что при всем при том, что у нас происходит в нашем мире, мы понимаем, что молодежь, подростки – это настоящая церковь. Мы можем смотреть на них как на будущее, но они уже настоящие. Если вы обратите внимание, кто сегодня несет служение в церкви вот на виду, посмотрите на тех, кто сидит за камерами, например. И вы там увидите молодежь, вы не увидите там людей и встречает молодежь. А и в кафе вас встречает молодежь. Слава Богу, за тех, кто стоит в гардеробе, там тоже молодежь. Ну, там те, которые считают себя еще иногда молодежью, и слава Богу. Просто пусть это время будет особым временем для церкви, и мы будем видеть в церкви людей разных возрастов. От маленьких детей до золотого века, не хочется называть их какими-то другими словами, но в каждом возрасте есть что-то особенное, что Бог для нас приготовил, и мы будем живой церковью, которую Бог хочет видеть на этой земле. Аминь. На этом наше собрание подошло к концу. Хочу вместе с вами помолиться последней молитвой. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим! Будьте благословены! С миром Божьим! Продолжение следует...